Перед вами фотографии тех, кто отдал жизнь. Они были первыми и они погибли в результате лучевой болезни. Чернобыль – взгляд сквозь время. Так называется передвижная выставка Челябинской областной универсальной научной библиотеки, которая путешествует по городам региона и рассказывает о трагедии 30-летней давности. Теперь с ней могут познакомиться и копейчане. Выставка представлена на планшетах. Она уникальна своими фотографиями, газетными вырезками, воспоминаниями чернобыльцев. Представлена очень редкая книга-энциклопедия, посвященная событиям на Чернобыльской атомной станции и вкладу жителей города Копейска, жителей области в ликвидацию последствий на Чернобыльской АЭС. Экспозицию было решено расположить в витринных окнах Центральной городской библиотеки, чтобы любой желающий мог свободно познакомиться с предоставленной информацией и вспомнить о подвиге ликвидаторов аварии. Мне понравился формат, именно то, что ребята, во-первых, и слушают рассказ, могут видеть, да, там те газетные же вырезки, то есть не просто они лежат, а вот представлены в таком формате. Это очень интересно, ну и актуально, кстати, скажем, в сегодняшних условиях. Пока выставка находится в городе, на нее организуют экскурсии для школьников. На мероприятиях побывали уже более 60 человек. Каждый запомнил что-то важное для себя. Узнал, из-за чего конкретно произошла авария, из-за неопытных специалистов. Чем опасна бывает радиация? Радиация, это много всяких болезней. Достаточно много людей умерли в те годы. Практически я все знал на эту тему, но узнал имена наших кипячан, которые были на этих действиях, происходящих в то время. Как вы думаете, чему могут такие мероприятия научить? Знать историю, то, что было раньше, не повторять ошибок. Пришли мы сегодня сюда во второй раз. Я уже была здесь со своим седьмым классом, ну и решила привести девятый класс. Потому что все-таки данная тема, а именно авария на Чернобыльской АЭС, она изучается в рамках курса истории отечества в девятом классе. Поэтому ребятам как бы будет полезно узнать эту информацию в более расширенном масштабе, нежели мы изучаем это в ходе уроков истории. А пришло сегодня со мной порядка 25-26 человек. Ну и я думаю, что действительно данный вопрос, он очень важен для современных подростков. Потому что если они не узнают об этом, то в дальнейшем забудут, во-первых, тех героев-ликвидаторов Чернобыльской аварии. И будут выбирать, допустим, профессию опрометчиво и не понимать, что действительно мы должны не просто там получить, купить диплом, как сегодня, к сожалению, часто встречается, а получить истинную профессию, чтобы не было допущено ошибок. Ну и разумеется, прежде всего, это человеческий подвиг, который совершили чернобыльцы-ликвидаторы этой страшной аварии. Выставка «Чернобыль. Взгляд сквозь время» пробудет в нашем городе до 25 сентября. Коллективные заявки на экскурсию принимаются по телефону 3-63-52.